добрый день уважаемые подписчики и зрители моего канала как вы сегодня уже догадались речь пойдет о немецких железных дорогах первую железную дорогу германии начали строить в 1820 году протяженностью составила одну прусскую милю или семь с половиной километров 1828 году ее запустили на конной тяге перед вами план немецкого экономиста фридриха листа которым предоставил общественности в 1833 году некоторых путей обозначенных на нем нет до сих пор и они строятся первая пассажирская железная дорога была открыта в германии 7 декабря 1835 года она соединила между собою два немецких города нюрнберг и фюрт в 1838 году постройкой и железных дорог занялись в пруссии 1 сентября 1846 года был открыт самый длинный участок соединивший фрамфук на одере и бунцлау его длина составила 330 километров 1912 году общая протяженность путей немецких железных дорог составляла 58297 километров теперь мы начинаем разбираться что не так с немецкими железными дорогами эта карта железных дорог 1849 года по странному стечению обстоятельств немецкие строители потрудились и в польше и в галиции перед вами строители с кирками и лопатами это непонятный бур который стоит уже на рельсах тут туннель уже не строят а по ходу откапывают на узкоколейки вывозят породу тут строители запечатлели себя для истории еще один туннель с обветшалок кладкой шпала присыпаны это мост через реку бригада-экскаватор что-то откапывает лопат хватило все восстановление железнодорожного полотна мы видим и на других фотографиях темпы строительства просто поражают 1861 году все города европы соединены между собой железнодорожным сообщением для нормальной работы железных дорог необходимо инфраструктура вокзалы ремонтные мастерские склады с 1912 года по 2016 продолжительность путей увеличилась всего лишь на шесть тысяч километров на сегодняшний день в германии пять тысяч семьсот действующих вокзалов вдобавок ко всему этому нужны паровозы это одна из первых моделей образец с 1835 года под названием адлер следующее поколение бадения не забывайте что ширина путей должна соответствовать общему стандарту некоторые экземпляры сохранились до наших дней здесь мы наблюдаем производственный конвейер по изготовлению поездов больше всего у меня позабавила эта картинка вы все наверняка знаете байкало-амурскую магистраль бам протяженностью 4287 километров строили с 1938 по 1984 год 46 лет во время строительства использовалась современная строительная техника укладчики и прочее в 1984 году по этой линии пустили первый поезд немцы же лопатами и кирками с 1835 года по 1912 за 77 лет проложили 57 тысяч километров путей сегодня их криворукие потомки строят участок ульм штутгарт протяженностью менее 100 километров с 2010 года и может быть закончат этот долгострой к 2025 году зарыв там 10 миллиардов евро железнодорожный вокзал штутгарт был построен во время так называемой первой мировой войны с 1915 по 1918 год перестройка штутгартского вокзала входит в проект штутгарт 21 вывод из всего сказано в 1835 году сегодняшняя банановая федеративная республика германия являлась разрозненным государством вдобавок поделенным на королевство к 1870 году германия объединилась в немецкий рейх под руководством железного прусского канцлера бисмарка строительство железных дорог подразумевает под собой наличие достаточного количества материальных и людских ресурсов единых стандартов и централизованного руководства всего этого в германии на тот момент не было местные князья занимались восстановлением разрушенной инфраструктуры доставшийся им в наследство то же самое мы наблюдаем в этот период середины 19 века по начало 20 века по всей планете благодарю вас за внимание ставьте лайки оставляйте ваши комментарии подписывайтесь на канал